Пользуемся моментом и идём с Лерой гулять. Вот такая туча закрыла солнце. Надеюсь, дождя не будет. А если будет, то классно. Его у нас не было с весны. Поэтому мы едем гулять с фонтанчиком. Да, у нас сегодня 5 октября и на улице вообще супер. Лера раздетая в шортиках. Мама в принципе тоже в шортиках. И мы идём. Может найдём хоть одну и сукку. Вообще-то в Израиле сейчас суккот праздник. И это значит, что люди должны ставить во дворах шалаши. Но почему-то ни одного шалаша не вижу. А нет, вижу один. Он там за домом. Сейчас мы подойдём ближе и его снимем в шалаши. Сегодня выходной день. Суккот праздник. В этот день выходной. Вот это шалаш вот за забором. Белый это шалаш. Палатка. Украшенная внутри в суккот. Там сидят. Некоторые даже ночуют. Кушают, трапезничают. Дети любят там время проводить. Сейчас попробую показать и другие шалаши. Называется, не прошла и десяти метров и попала ещё на один шалаш. Ещё на одну суку, которую установили на детской площадке. Самая обычная. Самая примитивная. Но она здесь есть. Сейчас мы зайдём, посмотрим. Лера, ты была хоть раз в суке? Лера, ни разу не была в суке. Вот так как-то это выглядит. Украшают. Хотя эти, наверное, дети украшали. Вот. Так делают около каждого дома тоже. Или на балконах. Вечером я покажу, как украшают балконы. Соседние дома сниму. А ещё сейчас покажу вам очень красивое дерево. Смотрите, какое оно в колючках. Это весь ствол в колючках. А на самом дереве, смотрите, какие красивые цветочки. Просто красота. Так оно выглядит. Ствол в колючках. А на дереве цветы. Красота. Я говорила, что в еврейский праздник суккот на балконах тоже ставят суки, то есть шалаши. Так вот, вот там на первых двух верхней, с левой стороны, тоже установлены суки. И вот там на соседнем доме, вот отдельно на большой лоджии, тоже огромный шалаш поставлен. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот.